Обалдеть, ребят, я сейчас просто охренел. Вы, вы посмотрите, что есть в этом моде. Я никогда об этом не знал. Стали известны все прелести данного дорогого планшета. Пора призвать единственного дракона, который создается не в обычном мире, а в совершенно другом. Всем привет, дорогие друзья, я Луложка, это магические похождения, непонятный столб, лайк, поехали! Иии, вы все правильно поняли, единственный и неповторимый дракон, который не призывается в этом мире, но перед этим... Трррррррррррррр... Да-да-да, до этой серии я сделал себе 20 EMC контроллеров, которые могут принимать на любом расстоянии то самое EMC. И видите, у нас сейчас вырабатывается 1020, потому что к одному из таких блоков подключен бансай третьего уровня. А теперь подрубаем часы и смотрим... 2000, 3000, 4000 и 5000, круто! Короче, основной ингредиент в этом бонсае это единственная вещь, не создающаяся за ЕМЦ. Вот она. И как вы понимаете, до серии я всё сделал. Пока мы сидим на этом бонсае третьего уровня, вот эти два блока делаются за ЕМЦ. Когда мы перейдём на бонсае четвёртого уровня, данный блок уже придётся крафтить. Ну так вот, ближе к сути. Смотрите, что я хочу сделать. Ломаем данный блок, далее ломаем ЕМЦ линк и переходим куда-нибудь в поле. По моим подсчётам, надо 20 светящихся блоков и 60 тёмных. Тррррррррррр... Оу, е, бэйби, получилось! И, тадам, 10 бонсаев, которые просто нужно поставить на передатчике. Но и тут я не закончил. Некоторые спросят, почему я не поставлю это где-то здесь? Да потому что если я буду ставить ещё больше часов с ускорением, у меня вылетит Майнкрафт. Просто часы ускоряют даже то, что не надо. Трубы, объединители или солнечные панели. Зачем? Из-за этого нагружается Майнкрафт. Ну а теперь подключается моя тактика, мы забираем хотя бы одни часы и в итоге ускоряем только эти передатчики. И Майнкрафт не вылетает, и ускорители можно поставить больше. По крайней мере я сам на это надеюсь. Окейушки, попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Десять, одиннадцать. И вырабатывается, кстати, те самые одиннадцать тысяч в секунду. Далее мы подрубаем ускоритель и проверяем. Пожалуйста. О, господи. Пятьдесят шесть тысяч, емо! Так, подождите, мы сейчас попробуем подрубить еще часы. И надеюсь, что у меня ничего не вылетит. Три, два, один! Ну-ка, шестьдесят одна тысяча. Семьдесят! Ну-ка, ну-ка, давай сотню, сотню мне! О, молодец! Вообще такой прям молодец! Ладно, на самом деле без шуток это очень круто, потому что за десять секунд мы вырабатываем по одному миллиону ЕМЦ. И если мы сейчас поставим еще часы, от алмазов можно отказаться. Давайте так поступим, это ломаем, далее засовываем в стол трансмутации и, по идее, изучается. О-о-о! Потом берем, 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 ставим новый, подключаем. И у нас, по идее, сейчас будет выработка около двухста пятидесяти тысяч. Я, конечно же, надеюсь, что у меня ничего не вылетит. Двести двадцать, двести тридцать, двести тридцать пять. Все, конец. А-а-а, ты посмотри, автор мода все продумал. Чем больше пьедесталов, тем меньше эффекта от каждого последующего. Должно было вырабатываться по двести пятьдесят тысяч, а в итоге двести тридцать пять. Короче, погнали за драконом. Благодаря субботнему стриму, да-да, каждую субботу в пятнадцать часов по московскому времени, приходите. Ладно, поставим мы SCP куда-нибудь сюда. И раз, два, три. Вот оно. И здесь у нас должны быть какие-то то ли коровы, то ли что. Удивительно, но это такое маленькое здание, прям вообще малюсенькое. Привет. What the fuck? А, тебя надо кормить, да? Я так понимаю, что это доброе существо, но у него класс Евклид. Мы поняли то, что до сих пор не активировали яйцо дракона Нижнего мира. Некоторые по-любому напишут, так, подожди, у тебя же был такой дракон. Но вы путаете с этим. Огненный дракон. А вот именно Нижнего мира у нас было ровно ноль раз. Именно поэтому нам надо пойти в ад. Теперь ломаем весь этот портал. Ё-моё, а чё так долго? А ну-ка, магия, помоги мне. Спасибо. Как вы понимаете, когда дракон вырастает, он становится дико огромным. Именно поэтому мы делаем прям большущую рамку. И туда он вроде как поместится. Ооо, красиво. И давайте прямо сейчас мы посмотрим на это яйцо поближе. Что оно вам напоминает? Магму? Или может быть магму? Или магму, чёрт подери? Да, нам понадобится этот блок. А, подожди. А когда он вырастет, он не перейдёт туда сам автоматически? Его же там по-любому криперы убьют какие-нибудь. Надо ограду делать подальше от портала. Идеальное место найдено, создано. Говорите как хотите. Но мы ставим яйцо и просто подрубаем. Блин, по текстуре это, наверное, единственный дракон, которого сразу понимаешь то, что надо выращивать на магме. И всё, я активировал. Ты, короче, расти. Насколько мне известно, около портала ватчанки постоянно прогружаются. И дракон будет расти. Свинья? А ну иди проверяй. Давай-давай-давай-давай. О. Ну ладно. Внимание, внимание. Никто не забыт, ничто не забыто. Привет, мама. Я возвращаюсь к тебе за помощью спустя более пяти, а то и десяти серий. Я хочу наконец-то прокачаться. Правда, сначала алмаз надо перемолоть в алмазную пыль. И давайте позиркаем, кем я хочу стать. Морской рыцарь, рыцарь природы. Так, по-моему, у меня был морской рыцарь. Тут прокачано абсолютно всё, что только можно. Это, конечно, круто. Но теперь переходим в древо воинов. И, чёрт подери, двойное орудие, которое я хочу уже миллион лет. Позволяет игроку использовать два мяча одновременно, поочерёдно, дабы снизить задержку. Или, например, мастер клинков. Увеличивает шанс крита на 5% и критический урон на 50%. Помните? То самое. Я задавал вопрос ещё 50 серий назад. Как увеличить шанс крита на любом мяче, на любом топоре и так далее. Вот видите, здесь шанс крита 15%, а урон увеличивается в два раза. И вот примерно 50 серий я не знал ответа. Так вот же он. Следующий поинт стоит 54 уровня. Да, дороговато. Но что поделать, сейчас попросим у овечек. Торгуемся, торгуемся. Потом ещё немного торгуемся. В общем, раз, два, три. Пип! Появилась новая проблема. Да, 770 уровней есть, но мама пропала. Алё, мама, ну куда ты? Может быть, она дерётся с кем-то? Нет, она просто взяла и пропала. Привет. Ты какого... Чёрта делаешь? Подожди. Воу-воу-воу. Нет, это мини-босс, мама. Такие мне не нужны, извините. До свидания. Надо, чтобы заспавнилась обычная. Для этого мы ломаем данный спавнер, после этого ставим. И, по идее, она появляется. Но это не точно. Да, броня на ней остаётся, меч тоже и поинты. Фух, поинты тоже остались. Замечательно. Нам хватает на 12. Ого-го. Этого по-любому хватит, чтобы прокачать шанс крита и то самое двойное орудие. Бам! О, нифига, тут скорость бега ещё есть. Броня. Перечитаем. Позволяет игроку использовать два меча одновременно. Вроде бы просто, но надо теперь найти два меча сразу. Ооо, мы же, получается, и разумный меч можем использовать, и, например, пустотный мультиинструмент. Беру свои слова назад, нельзя! То есть, даже если я нажимаю на все кнопки, используется только мультиинструмент. Поэтому, что мы сделаем? Правильно, скрафтим себе конкретно меч. Но не работает даже с двумя алмазами, что за бред? А, стоп, подожди, я же не выбрал. Ой, какой я тупой. Из пассивок у меня будет только улучшение брони и двойное орудие. Проверяем. Ооо, господи. Ох, я, я кайфую. Ооо, хорошо. Но с мультиинструментом так и не работает. Даже если, судя по всему, поменять местами. Давайте проверим. Ня, 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 ня. А, ну как-то... Это очень странно работает. Типа он почему-то заменяется. При всем при этом, сам мультиинструмент не работает. Все так же машется только мечом. Куда же мы без экспериментов? Создаем иссушителя и проверяем на нем. Ой-ой-ой, что не так? Неужели череп надо в конце поставить? Ня! Охо-хо. Ну да, точно. Надо немного подождать. Эээ, летучая мышка, убегай отсюда! Ты сейчас рванешь! Ох, она жива. О, он, он убил ее! Ах ты, тварь-то эдакая. Получай, получай! Ээээ... По правде говоря, этот меч, ну типа немножко говно. Ой, блин, так я оказывается сейчас сам умру. Три сердечка, маловато будет. Броня на мне немного говно, это не нормально. Давайте попробуем тогда мультиинструментом убить. И при этом не будем брать никакое другое оружие. Эээ, тварина, снова здравствуйте! Да, смотрите, с помощью мультиинструмента мы реально намного сильнее. Поэтому бессмысленный скилл. Ммм, бессмысленно использовать сразу два меча. Зато, йоу-йоу-йоу, с помощью звезды заработали 139 тысяч ЕМЦ. И пофиг то, что у нас вырабатывается 235 тысяч в секунду. Тогда двойное орудие мы убираем и поставим, например, ангел-хранитель. Поглощает смертельный удар и дает неуязвимость на 10 секунд. Перезарядка 2 минуты. Правда, прямо сейчас я наконец-то сделаю то, о чем думал более 50 серий. Критический урон! То есть у нас без каких-либо зачарований в виде остроты и так далее, всегда будет критический урон и всегда будет высокий шанс. Давайте даже проверим, как часто он вылетает сейчас. Это должно написаться в чате. Бам! Не написала. Бам! Не написала. Во! 76 урона! И это увеличение в полтора раза. А будет в 2, в 3, в 5. Понимаешь, овечка? Надо сразу узнать, где это все прокачивается. Мы уже поняли. В древе воинов 100%. А вот, например, в древе рыцарей броня, максимум маны. Нет, нет, нет. Блин, серьезно? Может быть тогда плут? Умоляю тебя, скорость бега, урон. Во, уже лучше. Шанс крита! О, господи, то, что мне надо. Вот, смотрите, мало того, что обычно урон можно прокачать, так еще и урон крита увеличивает множитель крита на 10%. И даже не на 1. Офигеть. Попробуем. Для начала идем вот сюда, тратим 4 поинта, потом идем вот сюда, урон прокачиваем, до этого урона доходим. И понимаем то, что все наши поинты потрачены. Да, вот так вот быстро. А теперь проверка. О, шанс крита не увеличился. Может быть потому, что мне нужно сначала выбрать? На всякий случай проверим. Что-то там, наверное, внизу есть. Улучшение брони, двойное орудие. А, а еще ниже. Что? Так тут оказывается все это время можно было листать? Ну, етить колотить. То есть, ладно, не об этом тема. Судя по всему, шанс повышается, но просто не отображается здесь. Поэтому надо тупо проверять. Да, но у меня прокачка пока что не такая сильная, поэтому проверить мы не сможем. Зато смотрите, какая новость. Сейчас у меня 777 миллионов ЕМЦ. Мы берем темную материю и все впитываем. Запихиваем последнюю материю и у нас 1 миллиард 100 миллионов. Вау. Теперь смотрите, какой у меня план действий. Мы берем бонсай третьего уровня, ломаем и после этого перетаскиваем в блок под названием расщепляющий станок. Он это все расщепляет, как ни странно, и мы зарабатываем обратно вот этот блок. Эти, в принципе, тоже пригодятся, но они в любом случае стоят ЕМЦ, а это нет. Теперь берем вот этот коллектор пятого уровня и то же самое переделываем на запчасти. Это обязательно, сейчас все расскажу. Суть в том, что в нем хранится магнум звезда, 402 миллиона ЕМЦ. Остальное, ну, в принципе, тоже можно забрать. А теперь бонсай третьего уровня, который я только что поломал, мы переделываем в бонсай четвертого уровня. Хо-хо-хо, вот это есть. Далее, это стоит ЕМЦ, поэтому все шикарно. Правда, сначала надо хотя бы одну штучку сделать. Вот эту магнум звезду мы сжигаем, она нам не понадобится. И все, вроде бы я готов. Это мы изучаем, забираем. Шесть штуковин надо, если что. И у нас остается еще почти полтора миллиарда. Ё-моё, многовато. Ну-ка, а вот эти штуки как делаются? Нам их надо 18. И самое дорогое здесь это магнум звезда. Только чуть полегче, 100 миллионов. Так, умножаем на 18 и это миллиард 800 миллионов. Блин, мне не хватает еще полмиллиона. Ну, ё-моё, гребаный полмиллиона. Где вас достать? А знаете, я не особо хотел этого делать, потому что не подходит под каноны данного сезона. Но хотя бы один разочек. Прям в серии. Я прямо сейчас поставлю на паузу и буду ждать. Давайте договоримся. Я так делаю просто потому, что острая необходимость. Ну, надо, понимаете. Потом, ну, наверное, какое-то время я не буду делать. Вот. В общем, раз, два, три. Пип! Огромное спасибо за ожидание. Все готово. И у меня почти 2 миллиарда. Но мы не забываем про темную материю, которая прямо сейчас у меня валяется здесь. Мы ее также забираем. И у нас получается 2 миллиарда 120 миллионов. Что нам надо? Нам надо 18 вот таких фиговен. Обалдеть, ребят. Я сейчас просто охренел. Вы посмотрите, что есть в этом моде. Я никогда об этом не знал. Стали известны все прелести данного дорогого планшета. Нажимаем ПКМ. И после этого берем и крафтим что-то. Смотрите. Оно сразу здесь появляется в нужном объеме. Правда, вот незадача. Здесь не хватает кое-каких блоков. И, по идее, я легко их могу сделать. Ага. Кварц. Это не проблема. И кровавый шар мага. Создающийся из золотых блоков. Пффф. No problem. Раз, два, три. Поздравляю. Все получилось. И... Стоп. Стоп, 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 стоп. Нет. Почему у меня всего лишь 10? А, потому что он, дурында, создал мне столько всего бесполезного. Ё-моё. Я правда испугался. Не, не надо, не надо. Удаляем. Делаем так, чтобы хватило еще на 8. Но, черт подери, по-моему, я в пролете. Ооо, я в пролете. Мне не хватает 40 миллионов. Гребаных 40 миллионов. Ну, серьезно. Надо что-то удалить срочно. Может быть это? Нет. Может быть, например, вот... Я не знаю, вот это. Пока что давайте удалим. Так и быть, да. Здесь у нас в одной штуке хранится 38. И... Та-дам! 18. Причем, заметьте, обратного пути нет. Мы больше не можем это сжечь. Даже если бы сильно захотели вернуть свой ЕМЦ. Мы можем вернуть лишь некоторые части, сначала преобразив все в расщепляющем станке. Кстати! Здесь же было! Господи, я тупица! И я как раз только что потратил! Ё-моё! Нет, я все испортил. Так, тогда мы сделаем немного по-другому. Мы снова расщепим. Давай-давай-давай-давай, побыстрее. Далее забираем, например... Ммм... Вот это, кстати, на 100 миллионов. И, по идее, мне хватает! Ура, ребята, мне хватает! Сейчас у нас появится бонсай четвертого уровня. Ба-бам! Ура! 4 тысячи в секунду! Но сколько будет с ускорением? Вот это самое интересное. Тыдыщ! Ой, в смысле тыдыщ! Ну-ка. Так, 230 тысяч. 248. У-у-у, давай за 300 тысяч выйдет! Жалко то, что не вышло за 300 тысяч, но вы поняли. Если ставить больше пьедесталов с ускорителями, они будут бесполезнее. То есть каждое новое ускорение все неэффективнее и неэффективнее. А теперь внезапно! SCP-109. Неистащимая фляга. Я давным-давно хотел на нее посмотреть, и прямо сейчас это идеальный момент. О, ничего себе. Она такая маленькая. Кхм. Но прежде чем туда зайти, надо срочно сделать чик. Совсем другое дело. Открываем. И привет! Ты такая странная, такая оранжевая. И здесь написано US. Я так понимаю, что-то типа Соединенные Штаты Америки? Или что-то типа такого? Блин, ладно, не будем думать об этом. Как тебя использовать? Слушайте, на правую кнопку мыши ничего не создается. Ничего не делается. Угу, странно. А, стоп, прислушайтесь. Она издает звуки воды, и при этом, если использовать слишком часто, растет трава. Блин, а я-то думал, что это можно пить, и в итоге на тебя накладывается какой-то супер странный эффект. Но что еще ожидать от безопасного SCP? Правильно, ничего. Это просто бесконечное удобрение. Пойдем, кстати, кое-что проверим. Как там мое алое озеро? Ёптель. Что это? Такое чувство, что это неуязвимая рептилия, мать твою, что? Чего, блин? Это... Это что такое было? Мне даже интересно прочитать. И про рептилию тоже. Сфера из черного металла, способная к левитации. Доктор, имя засекречено. На тот момент глава участка 354 ударил этого SCP кувалдой и таким образом обезвредил ее. SCP тут же взорвалась, причинив некоторый ущерб целостности. Ага. То есть, бить ее нельзя. Понял. Сама по себе она что-то типа безопасное. Так, вы, конечно, уж меня простите. Прежде чем я прочитаю про рептилию, надо это все заделать. А вон и те самые щупальца. Тоже интересно. Большая часть тела создания находилась под зеркалом озера. Пять щупалец, похожих на щупальца осьминога, высунулись из озера и дотянулись за пределы стены. Создание схватило нескольких сотрудников класса D и затянуло их в озеро. Массированный огонь по щупальцам нанес созданию серьезные повреждения. Оно втянулось в озеро и исчезло. Схваченных людей нигде не нашли. А теперь осталось понять, что же это за рептилия. Рептилия гуманоидного телосложения, ростом примерно 4,5 метра. Сумело сбежать как через окружающую SCP стену, так и с территории участка. Огнестрельное оружие почти не вредило созданию и было неэффективно. Была вызвана МОК Омега-7, шкатулка Пандоры, успешно нейтрализовавшая создание. Так-так-так, значит ты вот такой крутой. Но ты не настолько крутой, как моя супер-кирка, получай. Вот так-то. Судя по всему, здесь создания кончились. Но если мы пролетим чуть дальше, мы найдем такое же алое озеро, в котором заспавнилось... Никого! То есть тут был прогрузчик чанков и реально никого? Зато там постоянно кто-то спавнится, пипец. Так, кстати, щупальца выс... О, схватили меня! Пшел, пшел! Фу, блин. Как раз хотел проверить, сможет до меня дотянуться или нет. В итоге смог. Эй, дракон! Я надеюсь то, что ты вырос. Пожалуйста. Если нет, значит у портала не прогружаются чанки. О, черт! Это все еще яйцо. Ну, блин. Так, тогда давайте как поступим? Мы останемся здесь и уже в следующей серии все посмотрим. Огромное спасибо за просмотр данной серии. Надеюсь то, что именно вы, активная аудитория, которую досмотрели до самого конца, поставите лайк. Потому что, в принципе, я часто обращаюсь только к вам. Ведь я лайки на протяжении всей серии не прошу алё. Ну, или за редким исключением. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь на ваше великодушие. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами была Уложка и не выросший лимитированный дракон. Всем удачи, всем пока, 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 пока.